Всем привет, с вами Андрей и Наташа, и мы сегодня смотрим трейлер Brothers A Tale of Two Sons, это ремейк, в общем, я сам не играл, но это игра от создателей Way Out про тюрьму, которую мы проходили, плюс It Takes Two, сейчас мы еще не проходили, но хотим, а это вот одна из первых игр этого разработчика, он именно ориентируется на кооперативные, и тут игра про двух братьев, которые преодолевают, превозмогают, и можно было играть на одном геймпайде из двух курков, один из одного брата, другой из другого, и многие люди я знаю, что проходили и в кооперативе таким образом, так что по сути это просто ремейк, улучшение графики, но я решил, что мы сделаем реакцию, потому что, ну мы проходили Way Out, и прикольно, что есть разработчик, который делает вот игру именно на кооп, на самом деле, многие люди... Очень мало таких игр, особенно и клевых каких-то. Да, именно сюжетных каких-то и так далее, мы в Way Out, там две концовки, мы их на обе прошли, и так далее, ну там это легко сделать, просто пускаешь последнюю миссию, но в общем... Вообще, по-моему, за пару часов за один день, да, сели, прошли? Да, там, в принципе, небольшая игра, и хотел сказать, что многие гуглят, например, когда там у них, не знаю, какой-то крутой комп или новая консоль, гуглят игры для двоих, И на самом деле, это реально проблема, это не так уж и много, то есть много игр, где можно играть по сети вдвоем, и более человек, а чтобы с одной консолью или с одного ПК, это вот уже... Проблемка. Да, это уже прошлая технология предков. Так что предлагаю посмотреть, что это такое... Так, начинаем. Начинаем. Да, вот и будет вид такой сверху больше. Жестко. О, ну и загадки всякие тут, мини-игры. Такой вот супер-мини-тизер. Да, прикольно, на самом деле. Да. На самом деле, там... На самом деле, на самом деле. В общем, у игры она и сейчас продается, оригинальная часть, и у неё... И тогда уже неплохой визуал был, мне кажется, тут больше как напомнить об этой игре что-ли, потому что она уже давно вышла. Хотя я всегда держал её в голове, что она существует, но ни разу не проходила, так что... Может, это уже намёк, что это нужно сделать. Нам. Да, уже вдвоём. Так что вот так вот. Она есть в стиме или где-то ещё? Да-да-да, она вообще везде ездим можно, по-моему. Если сейчас выходит ремейк просто, а старая версия, наверное, подешевеет. Но нет, вряд ли. Тут главное, чтобы её не убрали, в принципе, с продажи. Но я заметил, что есть, в принципе, сейчас тенденция, что и оставляет сразу несколько версий. Я вот сразу вспомнила Life is Strange, например. Да-да-да, по сути, есть две версии сразу. Поэтому я думаю, что это не будет проблемой. Я вот проходила в старую Life is Strange первую часть версии, мне нормально было вообще. Да, может, мы и тут тоже старую пройдём. Поэтому, да, интересно. И, в принципе, всё, что тут можно сказать, да, это очень небольшая реакция. Если вы знаете какие-нибудь такие игры для двоих... Да, это называется... Вы можете написать в комментариях их название, мы за скриншотим. Вот кооперативные игры, вот Way Out, там разделялся экран. Да-да-да. Это был сплит-скрин, называется. Вот сплит-скрин игры, их реально немного. Если вы знаете годные, даже малоизвестные, напишите. Нам интересно будет узнать. А так, естественно, подпишитесь на наш YouTube-канал, Telegram-канал, поставьте лайк. Нам будет приятно. И всем пока. Пока.